Здравствуйте, Накрасне! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Как просчитать себестоимость процедуры ламинирования и окрашивания бровей? Ваш вопрос, мой ответ. Поехали! Первый этап – очищаем детокс-смус. Я сразу очищаю и брови, и зону под глазами, потому что пока клиент у меня будет сидеть на ламинировании, я и нанесу ухаживающий патч. Наношу детокс с помощью кисти номер 6 – Face. Наносим защитный крем с органовым маслом. Его будем наносить и перед первым составом, и перед вторым составом. Хорошо защищаем кожу от воздействия щелочного PH первого состава. Кисточка у меня Blackwood номер 5. У меня есть волоски во внутренней части, которые торчат больше. Вот я на них могу положить масло больше для того, чтобы их максимально прижать. Если они у меня не прижмутся, в эту зону я могу нанести либо пленку, либо кусочек виниловой перчатки. Наношу первый состав. Для первого состава нам не нужно ни укладывать волос, ни прочесывать, потому что первый состав разрушает десульфидные связи. Но он их не реструктуризирует еще, не восстанавливает. Поэтому наша задача – это только размягчить волос. Аккуратно, еле-еле касаясь кожи, наношу первый состав. Если волоски слишком жесткие, либо очень торчат, то вы можете просто кусочек виниловой перчатки отрезать и закрепить имброй, либо пищевую пленку. Я больше бревеневую перчатку, потому что она плотнее и лучше прижимает. Проверяю кистью. Смотрю, что у меня волоски уже стали очень мягкие, податливые. И также они посветлили, поэтому я могу смывать первый состав. Смываю ватным диском, смоченной водой. Наносим снова защитный крем с ригановым маслом, Skin Protector. И уже сейчас мы выкладываем волоски в ту форму, которая нам хотелось бы, чтобы была. И прочесываем одноразовой щеточкой. Очень-очень аккуратно. Еле-еле. Один раз наношу второй состав. Очень-очень аккуратно. И второй состав мне уже не нужно будет ни прочесывать, ничего с ним делать, потому что волоски зафиксированы защитным кремом. Второй состав восстанавливает десульфидные связи. Второй состав держим столько же, сколько и первый состав. Если мы первый держали 5 минут, то второй тоже мы держим 5 минут. Можно увеличить на 1-2 минуты на всякий случай. Второй состав у вас не несет никакого агрессивного воздействия на волос. Даже если вы передержите, у вас просто перекись водорода разлагается на водород и на воду. Смываем изначально ватным диском, смоченным водой. А далее будем убирать с помощью детокс-смус. Обязательно после второго состава очищаем хорошо детокс-смусом. И снова хочу обратить ваше внимание, что я использую кисточку, а не щеточку. Кожа после процедуры очень мягкая, ее легко травмировать. Если вы травмируете кожу, у клиента на второй-третий день будет шелушение. Перед окрашиванием либо тонированием я всегда наношу Lush Plex. В Lush Plex инновационный комплекс Produe, который быстро восстанавливает белки с помощью аминокислот. Я не хочу затемнять волоски, поэтому я уберу только нежелательный рыжий оттенок, который появился при воздействии первого состава. И наношу маску Brow Color Mask Amethyst, он такой синий-феогетовый, буквально на несколько минут. И он мне сейчас сразу нейтрализует нежелательный желтый оттенок. Смываю ватным диском с моченым водой. Используем Color Fix. Компонент хиригинол будет улучшать стойкость пигмента. Еще раз наношу Lush Plex. Наносим Ice Cold Toner. И удаляем лишние волоски. Если клиенту хочется, чтобы была и легкая тень на коже, то можно посоветовать использовать просто скуловой корректор на брови. Очень люблю использовать карандаш Concealer C01 для того, чтобы визуально линия была четче, и тогда бровь кажется также более оформленной. И кисточка номер 4. Надеюсь, видео для вас было полезно. И обязательно напишите в комментариях, какую в следующий раз просчитать себестоимость процедуры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok